Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мне хотелось бы обсудить и посмотреть с вами вот такие интересные образования. Они находятся в Египте. Ну, я пока места вот так не озвучиваю, хотя в принципе это легко определить. Просто по этому месту у меня есть определенные планы посмотреть побольше. Многие там интересные места есть, необычные такие. Ну и снять еще дополнительно несколько роликов. Итак, давайте посмотрим вот эти вот необычные образования поближе. По сути это столовая гора. Вот таким образом она выглядит. Здесь мне понравились съемки очень-очень четкие со спутника. И мы можем рассмотреть вот так со всех сторон данное образование. Весьма необычно выглядит. Таких образований несколько, конечно же, здесь. Ну вот эти вот два сейчас мы с вами рассмотрим. На что похоже? Ну, конечно же, похоже на такой вот отвал. Отработанные породы, как всегда я говорю, да? Скажете, где же карьер тогда есть? Карьер? Да вот, пожалуйста, вот такой огромный водоем. Вот такая вот замечательная картина. Я так понимаю, это розовый фламинго. Сейчас этот водоем представляет собой довольно-таки такое большое озеро. Да, это озеро. Вот смотрите. Идеальная столовая гора. Здесь мы видим вот такую вот слоистость, как у современных отвалов. Ну и, кстати говоря, сейчас попозже посмотрим. Ровная такая вот площадка, выглаженная прям. Да, конечно же, сразу же скажут, что, ну, это обычное влияние водо-воздушной эрозии всего лишь на все. Я не спорю, возможно и так. Просто очень уж и похоже. Здесь вот есть такие вот какие-то постройки интересные. Смотрите, такая вот ромашка, круг, плюс вот такой прямоугольник. Вот тоже какие-то символы определенные. Это непростые постройки. Это что-то тоже не означает. Вот эти места. Ну, мы с вами сейчас посмотрим несколько изображений. Здесь, да, здесь когда-то стоял город, причем достаточно древний. Сейчас это пустые места, но не все. Здесь прям буквально древний такой замок. Да, конечно, никто не живет сейчас здесь. Хотя, опять же говорю, что окрестности озера вот эти вот нельзя назвать нежилыми. Нет, здесь достаточно большое количество людей проживает. Но это вот я хотел все-таки оставить как бы на будущее, на другие ролики. Вот есть тут современные постройки, такие места для отдыха. Это место очень популярное для отдыха. Пользуется популярность очень хорошо. Есть современные постройки, их достаточно много здесь. Вот такие вот оазисы присутствуют. Тоже какое-то круглое образование. Непонятно, что это такое. Но много древности. Конечно, это пользуется сейчас у туристов хорошей популярностью. Некоторые из них используются в качестве вот таких отелей уже переделанных. Здесь проложены каналы. Давайте вернемся все-таки к главной теме ролика. И посмотрим вот эти вот древние терриконы. Либо отвалы, будем говорить. Либо обычные горы. Что это такое? У каждого свое мнение. Я уже сколько раз говорил, я никому свое не навязываю. Просто делюсь впечатлениями. Посмотрите, как интересно выглядит. Вот все кругом разрушилось. А вот эта вот гора почему-то осталась. Даже если она и естественного происхождения. То есть на других местах тоже были горы. От них не осталось и следа. Абсолютная равнина. И даже не равнина. Здесь пустыня. А Египет это вообще пустыня одна фактически получается. Знаем с вами прекрасно об этом. Вот еще один такой террикончик. Здесь конечно же он не особо похож на столовую гору. Но тем не менее, с такими же слоями отсыпными. Смотрите, вот будто бы насыпали это все. Причем порода зачастую отличается довольно-таки сильно, вот эта вот отсыпная порода, от прилегающей территории. Она совсем не похожа на нее. Есть основание такой вот у горы. Ну да, возможно была какая-то более массивная гора. Либо все было покрыто здесь, вся территория была покрыта вот таким вот слоем каким-то, от чего-то насыпанным. А потом появилась пустыня. По пустыне очень интересные тоже. Писки желтые, а вот эти терриконы белого цвета, известняк. Смотрите какая-то слоистость. Также к террикону можем поближе подойти. Либо к горе будем говорить, столовая гора. Все-таки здесь тоже довольно-таки много таких вот построек. Да, уже реконструкция ведет с этих построек. Все потихоньку превращают в отели, места отдыха. Посмотрите, вот здесь вот на крыше стоят такие вот плетеные стульчики. Вот там, наверное, и столы присутствуют, да, просто плохо видно. Ну и плюс, вот такие виды открываются. Полюбоваться можно. Можно покупаться в водоеме вполне. Озеро довольно-таки чистое. Ну, может быть, не полноценно. И такие уж тут полноценные пляжи. Но, тем не менее, все равно места для отдыха. Вот все горы, здесь это я выбрал отдельно, вот эти вот образования, рядом стоящие. А вообще все горы в этой местности, они все абсолютно очень-очень похожи. Рост невероятный. Имеет вот одинаковую структуру, абсолютно одинаковую структуру. И очень схожи между собой. Тоже интересно. Хорошо. Пусть это не древние отвалы. То есть, ничего тут никто не добывал. Все это, конечно же, там байки. Все это сказки, возможно, и так. Я не придерживаюсь никакой версии, друзья. Уже об этом несколько раз говорил в своих роликах. Выдвигаю различные теории, различные версии. Рассматриваю образование вот каких-то непонятных строений, каких-то образований природных там и так далее. Так вот, если же все-таки здесь это отдельные горы. Где вот этот вулкан, который вырвался наружу и образовал вот эти вот столовые горы. Где жерла? Вы посмотрите, какое должно быть жерло, чтобы сформировать такие огромные территории с вот этими горами. Что? Это коллизия, скажем так. Это выход породы из земли в результате разлома. Но опять, здесь нет технических разломов никаких. Откуда это все взялось? Значит, где-то еще что-то добывали. И сюда ссыпали также породу отработанную. Может быть так? Возможно все. Еще раз говорю, это мои рассуждения чисто. Делюсь впечатлениями от увиденного всего лишь навсего. А свое мнение пишите в комментариях обязательно, что вы думаете по этому поводу. Вот смотрите, старые постройки здесь в принципе где-то уже и разрушены, новые возводят. Хотя очень-очень слабо, медленно. Они также трескаются вот тут. Никак не удается египтянам все-таки побороть невозможность постройки, скажем так, хотел сказать, бедность. Ну да нет, в принципе, ничего так. Стараются они все делают. Вот смотрите, какое зеленение идет от этого места. Это все искусственное насаждение. Очень много насажено всевозможных деревьев. Кстати, вот круги мне интересно, что это такое. Не совсем ясно. Проложены специально каналы. И места вот так обживаются. Самое главное, чтобы они были зеленые и пригодные для отдыха, для нахождения туристов здесь. Я думаю, что здесь скоро это озеро будет полностью туристической зоной. Посмотрите, сколько деревьев. Тем более много исторических памятников. Это вот все старинные постройки. Я потом в других роликах уже про это расскажу более подробно. Посмотрите, как вот эти вот образования, вот эти вот терриконы, либо столовые горы, будем говорить, выглядят издалека. Какая их схожесть с современными отвалами. Давайте посмотрим. Я вам покажу сегодня несколько современных отвалов, где идет добыча, допустим, там каменного угля, либо каких-то еще полиметаллических руд. Вот так выглядит. Посмотрите. Посмотрите, вот это все, это уплотнится, слежится хорошо. Завтра вот воздушная эрозия, опять же тут подточит как-то это все. Это будет выглядеть просто невероятно. Вот вам столовые горы, готовые. Разве они не похожи на тот террикон, который мы с вами смотрели только что? А как вам вот это? Вот, пожалуйста, ответьте на вопрос, как вы считаете, это вот искусственного или природного происхождения? Ну, конечно, скажем, конечно, природного, да, обычный известняк все это. Вот он тут размылся. Такие вот пирамидки получились, в принципе, да, на самом-то деле. Да нет, друзья мои, ошибаетесь. Это искусственные отвалы, насыпные горы. А на самом деле это современные отвалы. Остров Мангошлаг, рудник Мангошлаг. Вот так. А это наш Кузбасс, где добывается уголь. Вот такие вот отвалы, посмотрите. Вот вам готовые, в принципе, уже цветные горы. Ну нет, это еще не то, это еще не цветные горы. Это еще не то. Не так они смотрятся, не так они будут в будущем смотреться, как, допустим, цветные горы в Китае, да? Все, наверное, видели, знают, что это такое. По поводу цветных горы сейчас попозже покажу. Вот еще один террикон. Тоже искусственный, похож очень на столовую гору, видите, что нет верхушки, да? Потому что трамбуют, высыпают, трамбуют породу. Она очень плотная, трамбованная. И поэтому будет здесь лежать, ну, может быть, не миллионы, там, не миллиарды лет, но довольно-таки долго. Тысячи лет пролежит, ничего им не будет. Вот еще современные отвалы, посмотрите, насколько огромнейшие, просто громадные. И завтра потомки скажут, где что-то, что добывали. А карьер, где это добывали, превратится в озеро всего лишь навсего, и все. Ссылки на все картинки я оставлю, безусловно, в описании под видео. А это, друзья мои, Нью-Мехико, это урановый рудник. Вот здесь как раз и будут в будущем сформированы разноцветные радужные горы, так называемые, которые мы с вами смотрели в Гренландии. Которые у меня, кажется, уже готовый ролик, если я его не разместил, то, значит, будет еще ролик по Китаю, где разноцветные горы. То же самое присутствуют, известные разноцветные горы. Ну, какой там у детства, я сейчас, конечно же, не скажу вам, не помню толком. Ну, а они тоже разноцветные горы или радужные горы Китая, они тоже известны. Смотрите, вот сейчас даже вот эти отвалы имеют разные цвета. А если где добывается медная руда, допустим, то, конечно же, там цвета будут просто завораживающие этих гор. Но это, скорее всего, на всю жизнь, на долгое время останется, что мертвой территорией, это мертвая земля. Здесь расти ничего не будет. Поэтому мы с вами просматриваем, когда такие вот столовые горы, мы видим, что они, в принципе, тоже лысые, ничего на них не растет. Почему? Потому что это отравленная порода, на самом деле. Эти места отравленные. Там токсические вещества в огромнейшем количестве находятся вот в этих отвалах, в этой породе. Поэтому расти здесь еще очень и очень долго ничего не будет. А это кривой рог, шахта-гигант, вот такие вот отвалы, терриконы. Ну, вот опять же говорю, там, где добывается каменный уголь, да, возможно, там еще и будет что-то расти, будут деревья со временем появятся и так далее. А где-то добывается довольно-таки неприятная порода, которая будет загрязнять окружающую среду, и вся она будет вывалена вот так, как здесь. Естественно, расти здесь ничего и не будет. Тут и так-то вот деревья, если есть какие-то, они уже позасохли все на этой территории. Вот, посмотрите, какие терриконы. Просто громадные, просто выросли горы, искусственные горы. Ну, вот такой у нас сегодня получился необычный, скажем так, ролик. Друзья мои, всем огромное спасибо, кто досмотрел его до конца. Пишите комментарии по всему тому, что увидели. Подписывайтесь на канал, впереди у нас будет много чего интересного. Ну, а этот ролик, я надеюсь, для вас был хоть чуть-чуть интересен и полезен. Субтитры подогнал «Симон»!